здравствуйте друзья с вами александр шадов кандидат философских наук и всего прочего так короче кандидат скептик антисиентист все остальное сегодня нас ждет лекция про льва исакевича 6 1866 год 1938 кто такой русский философ и мыслитель один из ведущих представителей экзистенциализма и религиозной философии его философия выделяется резкой критикой рационализма и стремлением к поиску истины через парадоксальные и иррациональные подходы в своих работах он уделял особое внимание трагичности человеческого существования абсурдности жизни и роли веры в предопределение этих противоречий основные черты философии льва шестого и рационализм и критика разума шестов критиковал западную философскую традицию начиная сократа и платона за ее ориентацию на разум и логику он полагал что разум не способен постичь глубины человеческого существования и что многие важные истины остаются недоступными через рациональное опознание база что-то можно сказать философия трагедии шестов видел жизнь как полную страданий и неопределенности он отвергал любые утешительные системы которые предлагали окончательные ответы на экзистенциальные вопросы считая что философия должна столкнуться с трагичностью жизни он предлагал преодоление через личную веру и непосредственное восприятие реальности свобода и абсурд шестов утверждал что реальная свобода не может быть достигнута через логику и законы природы которые он считал ограничивающими человеческое существование истинная свобода по его мнению находится за пределами рационального понимания и связана с верой в бога который может нарушить законы разума и природы он видел библейской истории айове символ борьбы человека с рациональными силами мира и например того как вера в бога может дать силы преодолеть абсурд жизни противопоставление веры и разума одним из центральных вопросов философии шестова была дихотомия между верой и разумом он считал что вера в отличие от разума является источником подлинного опыта и свободы вера по его мнению позволяет человеку выйти за рамки ограничений разума и обрести непосредственное знание бога и истины проблема нравственности шестов критиковал идею что моральные законы универсальны и неизменны для него нравственность была связана с уникальным личным опытом который не подчиняется абстрактным правилам в этом контексте он часто обращался к фигуре нитше и его идеям о переоценке ценностей экзистенциальная философия шестов предвосхитил многие идеи которые позже станут центральными для экзистенциализма он исследовал темы страха свободы абсурда и смысла жизни которые впоследствии будут развиты философами вроде сартра и камё в своих работах таких как апофеоз беспочвенности и на весах иова шестов стремился показать что философия должна выйти за пределы традиционных метафизических систем чтобы достичь более глубокого понимания человеческого существования через иррациональность веру и свободу это первое краткое обобщение всей философии шестого вот эту тему все в принципе принципе если вот это услышали это база но лекция будет еще идти в районе двух часов и у нас будет разбор книжки апофеоз беспочвенности то есть основной материал данной лекции это вот то что было до этого это введение введение так скажем если вам нужна была чисто лекционная информация вы только что ее получили можете отдыхать можете отдыхать или переслушивать ее до бесконечности если же вы хотите поглубже вместе со мной сейчас погрузиться в разные идеи шестого уже непосредственно в книге апофеоз беспочвенности то оставайтесь давайте краткая характеристика книги апофеоз беспочвенности 1905 год одно из ключевых произведений льва шестого в котором он опровергает любые формы рационализма и философского обоснования что делает его манифестом и рационализма и критики устоявшихся философских систем шестов здесь утверждает что истина не может быть достигнута через логику или абстрактные идеи и что сама идея беспочвенности является высшим достижением человеческого сознания основные идеи книги критика традиционной философии шестов начинает критики западной философской традиции начиная с платона и кончая кантом и гегелем обвиняя ее в чрезмерной приверженности к логике закону и порядку по его мнению философия стремится к тому чтобы выстроить идеальные системы которые объясняют мир с помощью разум и правил что в конечном счете игнорирует хаотическую абсурдную природу человеческого существования противопоставление беспочвенности и обоснованности шестов противопоставляет идею беспочвенности состояния когда человек отказывается от всех внешних опор и готов жить без постоянных оснований и объяснений похоже на скептицизм кстати идея обоснованности которая подразумевает построение всех суждений и действий на строгих логических основаниях он полагает что жизнь сама по себе не имеет объективного обоснования любые попытки придать ей смысл через философские системы это ложный путь истинная свобода человека по шестому заключается в отказе от поиска рациональных оснований и принятие беспочвенности как естественного состояния бытия и рациональность как источник свободы шестов утверждал что подлинная свобода начинается тогда когда человек осознает что нет объективных правил или истин которым он должен стремиться рациональные законы будь то философские или моральные он воспринимает как оковы которые ограничивают свободу освободиться от них можно только приняв иррациональное и нелогичное в качестве основы жизни это понимание беспочвенности освобождает человека от страха перед необходимостью следовать определенным закономерностям и позволяет ему творить свою жизнь заново философия парадокса шестов не пытается предложить новую системную философию напротив он стремится разрушить всякие системы утверждая что истинно находится за пределами логических рамок его подход можно назвать философии парадокса он убежден что любые логические противоречия и парадоксы которые существуют в жизни указывают на истинную природу реальности противоречия и парадоксы нельзя разрешить с помощью разума их следует принять как часть человеческого существования человек вне разума шестов утверждает что человеческая жизнь и опыт не подчиняются рациональным схемам он ставит под сомнение рационалистические идеи о человеческом прогрессе и способности познать мир с помощью разума по его мнению человек не сводится к разумному существу и его жизнь намного сложнее и хаотичнее чем это предполагает философия ориентированная на логику и знания отказ от метафизики и моральных норм шестов также критикуют метафизику и моральные нормы как попытки навязать упорядоченное стабильное понимание мира и человеческого существования он считает что такие нормы и правила не выражают подлинной природы жизни которая полна неопределенности и хаоса моральные метафизические системы по его мнению создают ложное чувство безопасности и уверенности от которых человек должен освободиться отношение к религии хотя шестов по певиозе беспочвенности еще не обращается к религии так активно как своих поздних произведениях его критика рационализма подготовила почву для религиозных тем в дальнейшем он будет развивать идея о вере как об иррациональном акте который выводит человека из-за предела логики и науки заключение апофеоз беспочвенности можно рассматривать как философский манифест шестого где он отказывается от всех традиционных основ философии провозглашает беспочвенность как путь к свободе это произведение вызов любой системе мышления которая стремится упорядочить и объяснить жизнь через логику шестов предлагает принять хаотичность и неопределенность жизни и тем самым обрести подлинную свободу вот если мы рассматривали лекцию по всей русской философии вот если бы такая была да на этом бы мы наверное шестом бы и закончили в принципе относительно исчерпывающая информация вот такого токсографического характера о том что он собственно думал как он это доказывал уже другой вопрос и мы к этому сейчас перейдем потому что мы будем буквально захватывать сейчас фрагменты из апофеоза беспочвенности и обсуждать их сегодня у нас не столько лекция потому что лекционный материал только что прошел полностью все больше лекционного материала не будет теперь семинар теперь по сути семинар да ну как семинар вебинар получается просто потому что ну как это вы реагировать да ну даже не вебинар но вы понимаете немножко другой формат формат цитирование и обсуждение ну начнем начнем цитируем шестого апофеозе беспочвенности хвалить самого себя считается предусудительной не скромностью хвалить свою партию свою философию свое миросозерцание почитается чуть ли не высшим долгом и даже лучшие писатели по крайней мере столько же заботились о прославлении своего миросозерцание сколько об его обосновании причем в первом деле всегда успевали больше чем во втором доказаны или не доказаны их идеи они самое нужное что бывает в жизни в горе они утешительницы в трудном положении умные сад и ветчицы с ними и умирать не страшно они пойдут и за могилу с человеком в качестве единственного на земле нетленного богатства все все это философы говорили о своих идеях и очень красноречиво говорили не хуже чем адвокаты о своих клиентах ворах и мошенниках а между тем о философах еще никто ни разу не сказал нанятая совесть почему ну имеет смысл во первых во вторых сразу же намекает на очень нитшанский настрой да то есть шестов по сути потом в будущем он да в следующих книжках будет явным христианином очевидный будет очень часто обращаться к религии и философии религии христианской да здесь он захватывает нитшанство как таковое ну просто потому что опять же вот этот афоризм по сути он очень в духе ницше это прям буква буквально как будто бы ты ницше считаешь если тебе бы сказали что вот этот афоризм написал ницше считается правосудительность скромностью философию короче пор против системности против ну никак не против такое обличение тщеславия философов людей с философскими системами это очень нитшанский дух на самом деле действительно очень нитшанский дух и с этим очень трудно спорить то есть если посмотреть апофеоз беспочвенности это русский русский православный ницше короче ну как православные русский религиозный христианский ницше лучший убедительнейший способ доказательства начать свои рассуждения пишет шестов с безобидных всеми принятых утверждений когда подозрительность слушателя достаточно усыплена когда в нем даже родилась уверенность что вы собираетесь подтвердить любимейшие его идеи тогда наступил момент открыто высказаться но непременно как ни в чем не бывало спокойным тоном тем которым говорили раньше трюизмы о логической связи можно не заботиться на человека обыкновенно гораздо больше действует последовательность в интонации чем последовательность в мыслях согласен так что если вам только удастся не нарушив тона вслед за рядом банальности и общих мест высказать заготовленное ради ранее подозрительное и неприятное мнение ваше дело сделано читатель не только не забудет ваших слов он будет ими терзаться мучиться пока не согласится с вами ну наверное не обязательно он прям будет терзаться и мучиться пока не согласится с вами но опять видите какая-то черта во-первых не просто даже не шанс тут как бы нюанс даже в том что это уже похоже на аристику шопенгауэра прям вот буквально и по факту это так давайте так многие первые идеалисты считают что с помощью логики можно кого-то убеждать ну кроме других логиков понятное дело и людей которые уважают обожают русспектуют логику так проблема заключается в том что большинство людей в мире логику дословно не знают большинство людей находится просто на нуле подавляющее большинство людей в принципе не заботится ни о последовательности своих мыслей ни о последовательности мысли их, собственно, интеллектуальных хозяев, так скажем, их, как это сказать, ведущих. И в этом плане, ну, окей, да, это хороший аристический прием. Опять же, спокойный тон, тон, который не вызывает агрессии. Агрессия хорошо работает на людей, которые с тобой согласны, в том плане, что ты берешь и в своем сообществе такое берешь и начинаешь агрессию как-то увеличивать. То есть против кого-то, не против своих же, против своих нельзя, не поймут, не одобрят. А против других ты подогреваешь агрессию других людей, и они все вместе такие, у, испытывают негодование, понимаете, да? Я тоже этим приемом, если что, пользуюсь. Я пользуюсь вот этим приемом, то есть находясь в кругу своих собственных зрителей, которые уже и так твои идеи по большей части разделяют, ты можешь выказывать некое обоснованное негодование в очень, ну, абсолютно любых формах. Но, 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 опять же, да, ведь даже Рассел, напоминаю, он рассказывал о том, что, ну, разумный человек должен быть спокоен вообще-то, да? У Рассела же вроде, да, есть целые пассажи на эту тему, где он рассказывает, что надо быть спокойным, сдержанным, и это правильно, да? То есть, если ты не будешь спокойным и сдержанным, то, видимо, ты поддался эмоциям, и тебя слушать нельзя. То есть, как будто бы нельзя выражать последовательную позицию эмоционально, каким-то не тем тоном, на повышенных тонах, криком. Как будто бы, да, нельзя прокричать аргумент и сдобрить его добрым, старым добрым матом, например. Конечно, можно. Ну, конечно, можно, и аргумент от этого ни капли не испортится. Испортится просто восприятие этого аргумента. Тем более, оно испортится не столько в глазах твоих сторонников, потому что твои сторонники, они уже твои, условно, сторонники, да, сторонники твоей позиции. Они и аргументы услышат, скорее всего, ну, тот довод, который ты содержишь, который ты несешь в этом всем повествовании. Оппоненты не услышат. И сомневающимся тоже будет посложнее. То есть, опять же, да, спокойный тон, спокойный тон – это неплохая штука для манипуляции людьми, если что. Опять же, человек, который постоянно говорит в спокойном тоне, он постоянно сдержан, он постоянно безэмоционален. Причем, может быть, соответственно, может быть, он по природе безэмоционален, то есть, он там какой-нибудь суперфлегматик. Либо он постоянно сдерживается. Ну, в этом есть какая-то обманка, так скажем. Не знаю, осознанно-неосознанно человек это совершает, но это может произвести обманчивые впечатления. И здесь трудно не согласиться с Шестовым. Дальше Шестов пишет, еще один афоризм. Привычка к логическому мышлению убивает фантазию. А с этим я согласен, на самом деле. Я ни разу не видел какого-нибудь серьезного, интересного логика, у которого при этом была бы хорошая фантазия. Парадоксально. А для философии, мне кажется, принципиально нужна фантазия. Без фантазии, ну, философия, продуктивное мышление, создание новых концептов. Для создания новых концептов продуктивного мышления тебе нужна фантазия. Понятное дело, да? И, соответственно, важно отметить, что философские системы, это не системы высказываний, это системы образов. Еще раз, да? Важно! Важно не то, что мы говорим в философской системе. Важно, что мы представляем. Содержание философской системы заключается в том, что мы представляем. Мир состоит из того-то, того-то, пятого, десятого. Слова лишь оформляют это представление. То есть, важны не высказывания, а важны образы, стоящие, нередко стоящие за этими высказываниями. А иногда и самих высказываний-то в нормальном виде нету. Опять же, да, не все философы были прекрасными стилистами какими-нибудь, которые могли бы хорошо, понятно и ясно все изложить. Да и не все были логиками, не все философы, так скажем, аналитические. Да и аналитические философы по уровню своей ясности нередко не кажутся ясными, так скажем. То есть, да, привычка к логическому мышлению действительно, кажется, убивает фантазию. Вопрос в том, насколько кардинально и можно ли совместить логику и фантазию, мне кажется, можно, но при очень больших усилиях. То есть, почему логическое мышление убивает фантазию, как бы это я по-своему объяснил. Потому что логика это репродуктивное мышление. Ну, то есть, использование логики, тем более чужих аргументов, это просто репродукция. Вы повторяете за другими, это обезьяничество. Это когда обезьянка у-у-у делает, другая обезьянка делает у-у-у тоже, да. И вот это и есть логика, по сути. В этом ее суть. Она заключает в себе повторение. И ввиду того, что логическое мышление обучает нас повторению одних и тех же шаблонов, одних и тех же высказываний, одних и тех же аргументов, по кругу, по кругу, по кругу, одно и то же, бесконечно, бесконечно, бесконечно. Это все превращается в одну большую тотальную репродукцию. Причем логика позволяет повторять буквально дословно. То есть, опять же, вы следите за формой, вы следите за высказываниями регулярно. Если я, например, в свободной форме афоризмов могу высказывать очень похожие идеи, но каждый раз они будут звучать немножко по-новому и будут какие-то добавления к ним, новые идеи, новые смыслы, новые какие-то образы будут к ним прилепляться. То человек, который мыслит логически, ну, он вот выстроил аргумент, как ему кажется, рабочий, причем, скорее всего, не он, а кто-то другой. Этот аргумент надо повторять буквально дословно, потому что если ты добавишь лишнюю сущность, нет, не знаю, что нельзя другими словами аргумент объяснить, но все-таки, да, если ты добавишь лишнюю сущность, все, аргумент перестает работать. Если ты перепутал квантор, да, или это лишняя сущность, она вот в посылку вошла неудачно, вот неудачно, неудачно, какое-то высказывание, ну, какое-нибудь слово вошло в посылку, и у вас просто квантор может измениться там радикально, да, или просто вы меняете множество. Добавляя лишнее слово, которое обозначает некую сущность, вы меняете множество, а исходя из нового множества, посылка, она меняет свое значение, и поскольку она становится другой, она уже может не работать, как посылка в данном аргументе, понимаете? То есть, действительно, привычка к экологическому мышлению, она как бы убивает фантазию, но, мне кажется, это не обязательно. Это как, знаете, вот когда ты тренируешь мышцы, когда ты тренируешь мышцы, большие такие огромные мышцы тренируешь, тебе становится сложнее, ну, например, бегать, ну, просто потому, что тебе больше вес на себе нести приходится. Это не значит, что ты не можешь бегать быстрее, чем обыватель. Нет, ты можешь одновременно тренироваться и в беге, и качать мышцы, понятное дело, да, но если ты просто чисто вот берешь стероиды, употребляешь, ну, мое почтение, как бы, если кроме ничего, кроме стероидов ты не употребляешь, и ты накачал огромные мышцы, например, гигантские, да, ну, добро пожаловать в мир, в котором ты будешь бегать медленнее, чем обычный человек, короче. Вот. С логикой то же самое. С логикой то же самое, просто потому, что это, как бы, способность, которая вступает, может быть, не в тотальное противоречие со способностью фантазии, но в противостояние. В этом противостоянии можно отыскать баланс. Баланс возможен, да, но если вы осваиваете логику и не думаете об освоении фантазии, считайте, вы убили свою фантазию. Человек убеждается, ну, продолжаем шестого читать, что есть только один путь к истине через логику, и свернуть с него, значит, идти наверняка к нелепости. Вне логики все заблуждение, которое становится тем более роковым, чем ближе мы подходим к последним вопросам бытия. Здесь Ряднин клубок логики уже давно весь размотался, но нить крепко держит человека, не пуская его вперед. Он начинает топтаться на одном месте, немало не подозревая, что попал в такое глупое положение, благодаря принятым им излишним мерам предосторожности. Он боялся заблудиться. Но когда? Но тогда лучший способ оставаться дома. Раз вышел в путь, хочешь быть Тесеем, убить Минотавра, нужно перестать слишком дорожить безопасностью. И быть готовым. Никогда не выйти из лабиринта. Правда, рискуешь потерять Ариадну. Ну и ладно. От того-то в дальний путь следует собираться лишь после того, когда семейные радости успели уже опостылить. Тогда нарочно порвешь нить, которая привязывает тебя к очагу, чтобы иметь перед совестью законный предлог не возвращаться домой. Философия с логикой не должна иметь ничего общего. Ну, я не считаю, например, что философия с логикой не должна иметь ничего общего. Но, как минимум, философия – продуктивное мышление. Философия предлагает новые варианты, новые методы, новые системы, новые концепты. Вот все новое, 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 новое. Пока оно новое, так скажем, пока оно придумывается – это философия. Как только это начинает разрабатываться в какую-то большую фундаментальную навуку, это уже, ну, это мы уже, наверное, философией не назовем. Это уже что-то меньшее, чем философия будет по масштабу своей продуктивности и оригинальности. Начало полдела, понятное дело. Заложить начало той или иной дисциплины – это самое сложное. И пропиарить ту или иную дисциплину – самое сложное. И это задача философии в данном случае. Я не считаю, что обязательно без логики, например, философия с логикой не должны иметь ничего общего. Нет, я считаю, что есть определенный сегмент философии, который вполне может в рассуждениях ограничиться логикой и логиками, как европейскими, так и, например, индийской, какой-нибудь еще логикой, любой логикой. То есть, логики можно конструировать, можно конструировать формальные системы, можно интересоваться разными формальными языками, можно интересоваться этими системами, аксиомы, с которых, собственно, исходят разные логические системы, можно их использовать на деле. Создание новой логики, имеется в виду новой системы логических аксиом, и применение ее в своей антологии, метафизике, этике, эстетике. Это вполне можно назвать философией, если что То есть вообще применение даже стандартной логики При определенных условиях, если человек создает большую систему Но на основании логики это все равно можно принять за вполне целостную Большую систематическую философию Так что не, я не считаю, что философия с логикой не должны иметь ничего общего Но я считаю, что философия может обойтись без логики Заметьте разница Не может быть с логикой, собственно, как у шестого Либо может обойтись Мы можем себе не просто представить философию без логики В истории философии было много философии без логики Причем в истории европейской философии было много философии без логики Нет, некоторые люди, конечно, скажут, что философии без логики не существует А это не философы, это антифилософы были Они были против разума, они были против Рацио, они были против логики, были против Платона и Аристотеля. Ну просто большинство школ были против Платона и Аристотеля. Что уж тут поделать? Скептики, киники, киринаики уже довольно много. Окей, стойки были за логику. Еще эти эпикурицы были против, собственно, таких абстрактных рассуждений, которые предлагал тот же Аристотель. А у Платона и Аристотеля вообще разные подходы к рассуждению, у одного диалектика, у другого, собственно, уже логика, органон его замечательный. Не то, чтобы они не имеют совсем ничего общего, но всё-таки. То есть, нюансов в истории философии на самом деле довольно много. Философия с логикой не должны иметь ничего общего, пишет Шестов. Философия есть искусство, стремящееся прорваться сквозь логическую цепь ему заключений, выносящее человека в безбрежнее море фантазии, фантастического, где всё одинаково возможно и невозможно. Как же он мне скептика периодически напоминает Шестов, буквально, наверное, скептиком не стал, просто потому что, я не знаю, Веру почему-то выбрал. Просто, блин, он очень, он даже более скептичным кажется, чем Ницше, на самом деле. И это в каком-то смысле, ну, прикольненько, слушайте. Слушайте, это на самом деле действительно интересно. Безбрежное море фантазии, где всё одинаково возможно и невозможно. Это изостенея. Ну, это изостенея скептическая, если что. Ну, типа, ну, типа, лол. Типа, лол, это же она. Разумеется, с привычками к домоседству трудно быть хорошим философом. И то обстоятельство, что судьбы философии всегда находились в руках профессоров, может быть объяснено исключительно нежеланием завистливых богов дать смертным всеведение. Ну, здесь я согласен. Профессура очень часто не справляется с продуктивным аспектом философии. Более того, на чём строится академическая философия? На выучке. Выучка, это выучка. Это, ну, это интеллектуальная армия, это интеллектуальный завод. Любое образовательное учреждение – это завод. Заводы человечеству нужны, но на заводе работают заводчане, работники. Там нетворческие кадры в основном работают. Те потуги в творчество, которые они обычно совершают, если они пытаются это сделать, в среднем, ну, не стоит ровным счётом почти ничего, к сожалению. То есть профессор, профессор какой-нибудь, он ограничен не только своей мыслью, он ограничен мыслями коллектива. Он находится в тюрьме, в сообществе, в сообществе в тюрьме, в коллективе, где он вынужден отчитываться перед коллективом, понимаете? И он не готов к свободе, он не готов отправиться в путь самостоятельно, он не готов начать с самого начала, потому что у него уже дана философская база. Эту философскую базу постоянно проверяют его коллеги. Если он выйдет за пределы коллегиального мнения, очень сильно далеко ему, конец в этой структуре, его не будут любить в этой структуре, его не будут печатать, его статьи не будут печатать, его не будут уважать, скорее всего, в этой структуре. Нет, бывают отдельные исключения, но опять же, есть правило, когда какого-нибудь уникального оригинального студента просто посылают к черту. А есть исключения, когда действительно какой-нибудь уникальный студент прославился в философии, как как раз уникальный студент со своей философской позиции, и все такие, ну неплохо, неплохо, интересно он, конечно, придумал систему. Вот как-то вот. И более того, академическая структура, она все же тяготеет какой-то строгой, в кавычках, тюремной методологии. Аналитическая философия – это как раз разновидность тюремной методологии. Тюремной в том плане, что вы радикально ограничены в методах исследования. Радикально ограничены в методах исследования. Выйдете за пределы этих методов, будут проблемы. В большинстве своем. Есть, опять же, исключения. Так вот, дальше пишет Шестов. За это дело должны взяться бездомные авантюристы, природные кочевники, для которых непонятно, что написано. Это какая-то латынь, прошу прощения, не учил, да? Я думаю, что если бы не семья и семейные привычки, граф Толстой, доживший до такой глубокой старости, рассказал бы нам много важного и интересного. Нет, здесь я во многом согласен. Мне кажется, Шестов немножко перегибает палку. Возможно, для красивой красной такой строки, может быть, он это делает, чтобы было симпатично. Может быть, он реально так думал. Мне, честно говоря, неизвестно. Мне, честно говоря, неизвестно, реально ли он так думал, или это просто для красной строки. Но мне кажется, мне кажется, перебор. Ну, как бы полностью отрезать философию от разума, вообще просто, знаете, разуму не место философии вообще. Я так сказать не могу. Разум тоже может быть употреблен продуктивно. Люди, создававшие догмы, связанные с разумом, типа Платона и Аристотеля, были продуктивны. Люди, создающие логику, типа Платона, Аристотеля, Рассела, были продуктивны, если что. То есть, это продуктивные, довольно умные люди, которые умны не только, как вот тюремные, только что я сказал, тюремные философы. Это были создатели. Но это были реально свободные создатели, которые много чего придумали. Ну, если Платон и Аристотель придумали очень много чего, Рассел, на мой взгляд, придумал значительно поменьше, но внес вклад в отдельные дисциплины, существенные, и тоже был крайне продуктивен. Дальше он пишет, шестов. Очень часто мы высказываем представляющееся нам сомнительным суждение в категорической форме и даже настаиваем на его несомненности. Мы хотим посмотреть, в какой степени вызовет оно возражение у людей. И это можно узнать только в том случае, если суждение предъявляется не как предположение, с которыми никто не считается, а как истина, непререкаемая и общеобязательная. И чем большее значение имеет для нас какое-нибудь предположение, чем тщательнее скрываем мы от других его проблематичность. Есть, кстати, такое. Наверное, так и есть. Слушайте. Если так посмотреть, я тоже очень часто замечал, даже и по себе в спорах, и по другим людям в спорах, что человек в контексте дискуссии, если возникает дискуссия, дискуссия, она может иметь как аспект, в котором мы желаем достичь истины, а также она может иметь такой аспект, в котором мы желаем просто вступить в коммуникацию. И дискуссия в таком случае является предлогом для коммуникации. Но чтобы вступить в эту коммуникацию, тебе нужно занять позицию, противоположную позиции твоего собеседника. И нередко люди, они как раз берут и просто занимают противоположную. Если для человека какое-то мнение не очень важно, если для человека какое-то мнение не очень важно, он такой, не знаю, зашел разговор про глобальное потепление. Одному человеку важно, что глобальное потепление есть. Ты ничего не знаешь про глобальное потепление, его отсутствие и так далее, присутствие, отсутствие, ничего не знаешь, аргументов никаких еще не разработал. И ты такой берешь и выходишь и говоришь, а никакого потепления глобального нет. Вбрасываешь, да? И ждешь реакцию оппонента, чтобы оппонент с тобой проконтактировал, так скажем, чтобы он с тобой побеседовал. И многие люди, они буквально так делают, когда они не имеют какой-то серьезной позиции, реального мнения или убеждения по тому или иному вопросу, в дискуссии они могут занимать не ту позицию, которой они реально придерживаются. Но как только, и тут есть еще один небольшой нюанс. Когда человек вот таким вот образом автоматически занимает позицию условно от противного, для того, чтобы завести дискуссию, еще что-то сделать, может быть, потроллить оппонента, еще что-то, да? Он со временем может начать занимать эту самую позицию от противного, просто потому, что он к ней привыкнет. То есть, участвуя в разных дискуссиях, например, все говорят, что глобальное потепление есть, и вот факты. Человек начнет критиковать эту позицию сначала автоматически, потом все еще полуавтоматически, потом уже не автоматически, потом уже самостоятельно обдуманно, все больше и больше набирая аргументы. И эта позиция может стать буквально его позицией, если что, да? В этом есть своеобразная такая чистая психология, о которой нередко забывают логики, о которой забывают люди, которые занимаются аргументацией. Потому что аргументация, это же не столько про истину, это не столько про решение каких-то проблем, это аргументация, даже непонятно для чего она по сути-то нужна. Ну, если она не дает истины, понятное дело. Это своеобразного рода развлечение, коммуникация, что ли? Это определенный род коммуникации, с включенным внутрь таким своеобразным вызовом оппонента. Но здесь очень большой психологический аспект. Продолжаем. Нравственные люди, пишет Шестов. Самые мстительные люди и свою нравственность они употребляют как лучшее и наиболее утонченное орудие мести. Они не удовлетворяются тем, что просто презирают и осуждают своих ближних. Они хотят, чтобы их осуждение было всеобщим и обязательным. То есть, чтобы вместе с ними все люди восстали на осужденного ими, чтобы даже собственная совесть осужденного была на их стороне. Только тогда они чувствуют себя вполне удовлетворенными и успокаиваются. Кроме нравственности, ничего в мире не может привести к столь блестящим результатам. Есть такое. Ну, опять же, мы цитируем, мы как бы проводим. Это буквально цитаты из «Апофеоза беспочвенности». Если честно, мне кажется, я выделил чуть ли не половину книги туда засуну. Вот в этот список, который мы сейчас перечисляем, тут половина книги. Просто буквально я ее всю прочитал, и я ее расфасовал на высказывания наиболее мне интересные и наиболее характеризующие взгляды Шестовой, если что. И такое впечатление, что я бы почти половину книги туда засунул. Так вот, как известно, пишет Шестов, последовательность обязательно только для учеников, а не для учителей. Творцы великих идей относятся очень пренебрежительно к своим творениям и мало заботятся об их судьбе в мире. Часто детище одного и того же философа так мало похожи друг на друга, что нет возможности найти между ними даже отдаленного признака фамильного сходства. Добросовестные ученики, знывая под бременем непосильной задачи отыскать несуществующие, не раз приходили в отчаянии от своей задачи. Те, кто поумнее, разрешают ее просто, раз догадавшись, в чем дело. Они навсегда отказываются от мысли примирить замечаемые противоречия. Но тем более настаивают они на необходимости изучения философов. Изучения обстоятельного, исторического и даже филологического. Таким образом и создалась история философии, в настоящее время вполне заменяющая философию. И ведь история философии в самом деле может быть наукой. Может, конечно. Ибо путем исторического изыскания действительно нередко удается выяснить с большей степенью точности, что именно думал тот или иной философ, в каком смысле он употреблял различные термины и понятия. И так как философов было очень много, то стало быть изучение и объяснение их представляет достаточно трудное и почтенное дело, которое вполне заслуживает называться наукой. За хороший перевод или комментарий к главным трудам Канта можно дать человеку диплом доктора философии, то есть признать его достаточно проникнувшим в важнейшие мировые проблемы. Для такой надобности еще выдумывать новые системы или даже писать... А, для какой надобности... Для какой надобности... Ой-ой-ой, меня куда-то вынесло дальше, прошу прощения. Для какой надобности еще выдумывать новые системы или даже писать? Имеет смысл, имеет смысл. Опять же, но мне кажется... У шестого немножко своеобразное представление о том, как философия выглядит. Это своеобразное впечатление о том, как философия выглядит, формирует у шестого представление о том, что сами философы-создатели по какой-то причине не ценили свои творения. Это неправда. Большинство философов известны как создатели одной лишь только своей системы. Одной системы и все, что они создавали впоследствии, они увязывали это со своей системой. Найти такого философа, который был бы создателем хотя бы нескольких систем, уже непростая задача. И иногда даже довольно спекулятивная задача следует заметить. Вот сколько систем было у Шеллинга? Сколько систем было у Шеллинга? Две? Пять? Периодов у него пять было в творчестве. Но у него как бы все это восходило к философии все единства. И все, что было до определенного периода, можно считать частью одной системы. У него еще романтический период был. И, не знаю, может быть, исследователи Шеллинга и романтический период могут не отделять от того, что было до этого. Всякое же бывает, на самом деле. Я не знаю. Кстати, романтический период Шеллинга я не застал, не читал. Так что, в принципе, я не знаю. Но сколько? Ну, две системы, может быть. Ну, две системы Шеллинг. Как бы рассматривал, создал, может быть. Кто больше? Платон? Одна система. Карл Маркс? Одна система. Аристотель? Одна система. Ницше, если мы его рассматриваем как хоть в какой-то степени систематического философа? Одна система. Гуссерль? У него было много периодов. У Гуссерля было много периодов. По факту. По факту. Много периодов у Гуссерля было. Да. Но это все части одного проекта. Он в разных своих подходах к феноменологии по-разному называл одни и те же вещи и переосмыслял некоторые элементы своих предыдущих изысканий. То есть, опять же, когда мы смотрим на Гуссерля, во-первых, он не похож на какого-то тотального системного философа. У него тотальной системы нет. Но если мы смотрим на подсистему феноменологии, как он ее описывал, как он о ней рассуждал, он очень многие вещи просто переопределял. А многие вещи переосмыслял, но это сложно назвать фундаментально разными системами. То есть, опять же, такого, чтобы один и тот же философ был сразу создателем двух, трех, четырех значимых философских систем, вот как, например, система Спиноза, система Декарта, система Аристотеля и система Платона, вот такого масштаба их в истории философии я ни одного не припомню. Может быть, я запамятовал сейчас, правда, может быть, я запамятовал, конечно. Может быть, из-за этого я и не могу вспомнить, да, может, я просто запамятовал. Но вот ни одного. И большинство философов своими системами, как няньки, сидели до конца своей жизни, а некоторые из своих систем умирали, как Гераклит, например, да, то есть обмазался навозом, вышел на солнце, чтобы излечиться от водянки, ну, чтобы просохнуть, как следует, понятное дело, да, чтобы во водянка от воды надо просохнуть, огонь, все дела, умер, умер, умер. Многие за свои взгляды умирали, кстати. Ну, то есть, тот же Джордана Бруно, я не считаю, кстати, Джордана Бруно первоклассным философом, так скажем, и даже второклассным, это такой странный дядька, конечно, с своими некоторыми уникальными идеями, но уникальные идеи у Джордана Бруно были, и он за них умер. Как кажется, он мог от всего отказаться, опять же, да, от своих идей, он за них умер. Нас настолько ему было плевать, видимо. Не, то, что философам, учителям плевать на свои системы, с этим я абсолютно не согласен. Как создатель своей собственной философской системы, я тоже еще больше не согласен, да. То есть, я не ощущаю вот этого пофигизма к своей системе. Да, я могу ее менять. Да, я свободен пересматривать многие ее элементы. В этом я себе, безусловно, не отказываю. Но то, что я не испытываю к ней никаких эмоций, мне плевать, типа, ой, я написал роман, а моя философская система – это как роман, завтра я новую систему создам. Нет, я могу создавать огромное количество систем. Ну, просто так глубоко, эмоционально, духовно, своим трудом, мыслями вложиться в одну систему, чтобы она была жизнеспособной – вот это трудно. Вот это по факту трудно. Комбинировать системы в абстрактном, особенно, таком обозрении – это несложно, если мы подумаем. Просто взять, особенно, когда вы знаете философскую комбинаторику, вот я вас научу в философской комбинаторике, вы можете комбинировать философские системы просто вот щелчком. Трудно их проживать и трудно их развивать. Вот. И, безусловно, используя философскую комбинаторику и много чего еще, вы можете создавать, развивать, улучшать огромное количество разных систем, и, может быть, даже можете сделать это на уровне отдельно Платона, Аристотеля и еще кого-то. То есть, зная правила игры, так скажем, созидания новых философских систем, и, создавая реально новые философские системы, вы можете тратить целые годы на их обоснование и комбинирование аргументов, тоже с помощью философской комбинаторики. И у вас многое может получиться. А тем более в эпоху нейросетей, возможно, сейчас комбинировать аргументы будет вообще значительно проще. Так вот, ладно, продолжаем считать шестого. Восторги творчества. Пустые слова, придуманные людьми, никогда не имевшими случая по личному опыту судить о том, что такое творчество, добывшими свое суждение путем ему заключения, если творение доставляет нам такое великое наслаждение, то что же должен был испытать сам творец? На самом деле, творец обыкновенно испытывает одни огорчения. Нет, здесь я с этим не согласен. По-моему, самый жесткий оргазм – это написать какую-то офигенную книжку. Не знаю, какой-нибудь классный финал придумать в этой книжке. Нет, я всегда какую-то дичайшую эйфорию испытываю, когда я делаю что-то крутое. То есть, ну, понятное дело, что я когда пишу книгу, ну, ты не можешь каждый день делать что-то прям реально крутое, просто потому что, ну, даже если ты пишешь 20 авторских листов, ну, какие-то провисающие моменты, они всегда должны быть, потому что на фоне провисающих моментов потом будущие моменты становятся крутыми. То есть, да, какую-то структуру повышения, понижения ставок надо по-любому включать, но в день я пишу 20 авторских листов. И не каждый день получается сделать что-то прям вау. А в финале должно быть вау при этом. И когда я в финале делаю такой вау, что я все докрутил, персонажи все там дошли до решения в кавычках проблемы, или их эти проблемы порешали окончательно, каким-нибудь относительно неожиданным способом, и ты такой вау, вот это я завернул. Это, наоборот, приносит очень большое удовольствие, на мой взгляд. Всякое есть творение, есть творение из ничего. В лучшем случае перед нами безобразный, бессмысленный, большей частью упорный и твердый материал, с трудом поддающейся обработке. Да и неизвестно, как его обрабатывать. Каждый раз в голову приходит новая мысль, и каждый раз новая мысль, на мгновение показавшуюся, блестяще и очаровательная, нужно отбрасывать, как негодный хлам. Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Какой-то пессимизм творческий, мне не нравится. Общее состояние творящего неопределенность, неизвестность, неуверенность, завтрашнее мне, так с этим надо работать. И потом издерганность почему-то идет. Нет, почему же? Это надо принять, с этим надо работать, с этим надо жить уметь. Если вы посвящаете свою жизнь творчеству, этим надо просто уметь жить. Все. Неуверенность не равно издерганности. Неизвестность, завтрашнее мнение, неопределенность ничего не значит. Вы по-любому можете все переписать, по-другому сделать, пересоздать. И всегда есть огромное количество разных вариаций, всего, чего только можно придумать. Но вас никто не обязует, как бы. И чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительнее его самочувствие. Ерунда. Оттого большинство людей, даже гениальных, не выносят творческой деятельности. Как только они приобретают технику, они начинают повторяться, зная, что публика не слишком требовательна и довольно охотно выносит однообразие любимца, даже видят в этом достоинство. Всякий ценитель искусства доволен, если узнает в новом произведении манеру художника. И мало кто догадывается, что приобретение манеры знаменует собой начало конца. Художники это хорошо понимают и рады бы отвязаться от своей манеры, которая уже им представляется шаблоном. Но это требует слишком большого напряжения сил, новых мук, сомнений, неизвестности. Кто однажды пережил восторги творчества, в другой раз добровольно ими не соблазнится. Он предпочитает работать по прежде созданному шаблону, лишь бы быть спокойным и твердо уверенным в результатах. Благо, кроме него никто не знает, что он уже больше не творец. Сколько тайн в мире и как легко уберечь тайну от нескромных взоров. Ну, кстати, вот про скептицизм, что пишет Шестов. Интересно. Школьная посылка. Последовательный скептицизм сам себя опровергает, ибо отрицание возможности знания есть уже утверждение. Но, во-первых, скептицизму не обязательно быть последовательным, ибо он не имеет никакого желания угождать догматизму, возводящему последовательность в закон. Во-вторых, где та философская теория, которая, если не довести ее до крайних пределов, не уничтожила бы самая себя. И отчего от скептицизма требует большего, чем от других теорий, от скептицизма, который честно заявляет, что он не может дать даже того, на что другие теории претендуют. Еще более того, я бы добил скептицизма, и теорией не является. Скептицизм не рассказывает вам о том, как устроен мир. Скептицизм это как раз состояние вашей неуверенности. Вы не уверены, я не знаю, наука, не наука, религия, не знаю, какое мировоззрение, философское какое мировоззрение, был прав Кант, не был прав Кант, а чертова Канта знает. Профоните, докажите, можете попросить доказательств, можете не просить доказательств. У скептика просить доказательства, значит, насчет его сомнений, мне кажется, предельно идиотической позиции, в том плане, что, я не знаю, как можно просить человека, у которого нет убеждения, доказать, что его состояние без убеждения, оно как бы должно быть, в принципе, что оно имеет право на существование. Это же предельно кретинизм. Окей, смотрите, да, я не уверен в науках. Ученые мне не доказали, что они правы. Более того, у меня есть куча аргументов против сиентистов и ученых, например, да? А как я могу быть уверен в науке, если, например, наука попадается сразу же в ловушку индукции? Вот прям сразу, самая-самая тупая из ловушек, которую можно придумать вот в интеллектуальной структуре, это вот индуктивная ловушка. Ну, еще тупее, наверное, и дедуктивная. Это когда мы просто про посылки говорим. То есть вы спонтанно взяли посылки, я не уверен в этих посылках, вы можете их, не знаю, подтверждать дальше, я не уверен в тех посылках, которыми вы подтверждаете уже имеющиеся посылки и так далее, так далее, так далее. Ну, короче, сомневаться в посылках, чтобы разнести дедукцию и сомневаться в выводах, чтобы разнести индукцию, понятное дело, потому что, ну вот, у вас есть куча частных фактов, коих неполное количество. Да, в мире их намного больше, этих самых фактов по тому или иному вопросу. Вы владеете неполной индукцией, получается, ну и все, ваши выводы вероятностные, сомнения в адрес вашей позиции формально обоснованы. Все, как бы. Не, ну... Не, вы можете, конечно, не сомневаться, вы можете, конечно, считать, что у вас достаточно опыта, вы можете считать, что вот весь этот опыт друг друга таким ухитрым образом дополняет, что делает вероятность вашей теории 99% и все такое, но вы, как бы, учитывайте, да, что скептик, он параллельно еще смотрит на другие какие-то теории ваших оппонентов. Вот вы говорите, теория эволюции на 99% верна. А я вам говорю, стоп, ну это может быть в каком-то смысле, может быть даже осмысленно, только в том случае, если мы придерживаемся исключительно, как бы это сказать-то, натуралистической модели мира, и то я не уверен. Скорее всего, альтернативных натуралистических объяснений, отличных от теории эволюции, найдется тоже бесконечное количество. Но окей, окей, давайте допустим, давайте допустим, а сколько возможно ненатуралистических теорий, которые будут объяснять существование жизни, ее изменения, по крайней мере, то, которое мы видим, окаменелости и все остальное, да тоже бесконечное количество, лол. Ну, как бы, Поехали. Дальше. Следующий аргумент. Следующее высказывание шестого. Ну, а почему ученики захотели обмануться? Вопрос, да? Мне кажется, тут все-таки имеется определенный такой вот аспект продуктивности, опять же. Какие-то люди более продуктивные, какие-то люди менее продуктивные, исходя из своих базовых способностей, имеется в виду. Если мы берем базовые способности какого-то конкретного человека, ну, просто вполне возможно, он и не может ничего придумать по жизни, в принципе. То есть, как бы мы его ни тренировали, ни учили, каких бы философов мы ему ни показывали, каким бы искусством он ни занимался, он ничего придумать не может. И таких людей большинство на философском факультете, таких людей большинство в искусствах, таких людей большинство в любой деятельности, науке и везде, да, это большинство людей. Люди, которые реально могут что-то создавать, создавать новые способы, которыми можно обманываться, это уникумы, это уникальные персонажи, их мало. Мы их еще параллельно губим, мы их уничтожаем еще параллельно, всякими способами, ментально, психологически. Мы их обычно не ценим, не респектуем и уничтожаем разными возможными методами. Хотя их и без того меньшинство, потому что хорошее, серьезное, развитое, продуктивное мышление, это с одной стороны череда совпадений некоторых способностей врожденных, а с другой стороны это череда уникальных событий, которые смогли привести человека к продуктивному созиданию. Что тоже нетривиально на самом деле. Его не задушила школа, его не задушил университет, его не задушил учитель Петя, Вася, Маша и так далее. Его не задушили в принципе по пути. Каким-то образом получилось, что он тотально не догматизировался в какую-то из отдельных позиций, был по какой-то причине недостаточно доверчив к другим людям, не был так конформен, как большинство людей. Кстати, вот комфортность причина, почему многие люди будут подчиняться. И вот это привело его к выводу. Продолжаем. Мораль о негодовании. Есть лишь более утонченная форма древней мести. Когда-то гнев разговаривал кинжалами. Теперь достаточно слов. И счастлив тот, кто хочет и любит казнить своего обидчика. Для кого отомщенная обида переживает, перестает быть обидой от того морали, пришедшая на смену кровавой расправе, еще не скоро потеряет свою привлекательность. Но ведь есть обиды и глубокие, незабываемые обиды, наносимые не людьми, а законами природы. Как с ними справиться? Тут ни кинжал, ни негодующее слово ничего не поделают. И для того, кто столкнулся с законами природы, мораль временная или навсегда уходит на второй план. А очень по-нитшански. А очень по-нитшански он рассуждает. Все еще крайне по-нитшански. Кстати, каждую цитату, которую я сейчас осмысляю, вот я прочитал цитату, вы можете поставить даже на паузу и самостоятельно ее осмыслить тоже. То есть, я ее по-своему осмысляю, чересходя из своих каких-то вот таких вот ориентиров. Ориентиров может быть огромное, бесконечное количество. Те ориентиры, которые я прямо сейчас озвучиваю, они у меня не единственные. Я могу и по другим ориентирам это оценивать. Но по какой-то причине я оцениваю именно сейчас, именно по этим ориентирам. Тут в любом случае каждое высказывание можно обдумывать много раз. И да, апофеоз беспочвенности, читайте, это не очень большая книжка, типа вперед. Продолжаем читать. В последних вопросах бытия мы нисколько не ближе к истине, чем самые отдаленные предки наши. Это всем известно, и тем не менее многие продолжают размышлять о бесконечности, не имея никаких надежд на возможность добиться сколь-нибудь удовлетворительных результатов. Очевидно, результат в том смысле, в каком это слово обыкновенно понимается, совсем и не нужен. Мы в конце концов доверяем институту даже в области философии, где по общему убеждению царит разум с его пытливым «почему?», «почему?», «почему?». Инстинкт же никогда не смеется, он просто игнорирует «почему?» и ведет человека по самым трудным и непроходимым путям к целям, которые наш божественный разум, наверное, признал бы нелепыми, если бы умел заблаговременно предугадывать их. Но он плохой отгадщик. Так что, когда мы приходим к неожиданной для него цели, ему ничего другого не остается, как признать свершившийся факт и даже оправдать, возвеличить его. А потому действительность разумна, и не только тогда, когда философы платят жалования, как говорят социалисты о всех философах, и некоторые философы, в том числе и ваш Владимир Соловьев о Гегеле, но даже и тогда, когда его лишают содержания, даже более, в последнем случае, именно в последнем случае, вопреки социалистам и Владимиру Соловьеву, действительность становится особенно разумной. И философ, гонимый, замученный, голодный, холодный, не получающий никакого жалования, всегда почти бывает крайним фаталистом. Хотя это, разумеется, нисколько ему не мешает бронить в существующей порядке. Это очень нитшанско, очень понитше. Ну, как бы... Не, серьезно. Серьезно, видно, 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 что Шестов очень любил нитшу. Он реально любил нитшу, а тут прям дико, дико все это на поверхности. Шестов пишет, философия всегда любила занимать служебное положение. В средние века она была служанкой теологии, в наше время она прислужница наук, а называет себя наукой наук. Ну, это все исходит из многосложности термина философия. Это все исходит из многосложности термина философия, потому что вот недавно же, недавно, да, недавно, Шестов как раз писал о том, что философия, это как раз про свободу, про творчество, про оторванность от всего, да, получается. И ввиду этого, как бы, мы видим картину, в которой философия, она как бы не служанка. И не должна быть служанкой, что самое главное. Философия не может быть служанкой, да, вот раньше было написано. А здесь написано наоборот. Философия всегда любила занимать служебное положение. Это не совсем правда. Просто есть такие сегменты истории человечества, такие сегменты истории человечества, в которых непосредственно философия переставала быть философией с большой буквы. То есть исчезали Платоны, Аристотели, Канты, Ницше, Гегели и оставались сторонники какой-то одной позиции, какого-то одного решения или одной группы решений, например, схоласты. И они внутри христианства, внутри определенной парадигмы дорабатывали элементы христианского миросозерцания. Иногда по-разному их понимали. Может быть, это философия с маленькой буквы, так скажем, но не философия с большой. И вот философия с маленькой буквы, ей не просто, ну, она не просто подстраивается, ей свойственно подстраиваться по определению. Средневековая философия служанка богословия, потому что она христианская философия. Это не философия Платона, это не философия Аристотеля, это не оригинальная философия какого-то одного мыслителя. Это изначально философия, которая уже преломлена к христианству и исключительно ради него только и существует. И решает христианские проблемы, и решает христианские вещи. Секунду. На моралистов, продолжает Шестов, нападают за то, что они рекомендуют людям нравственное утешение. Но, собственно говоря, эти обвинения не совсем справедливы. Моралисты, вероятно, с большей радостью заменили бы свои отвлеченные дары более реальными, если бы только могли. Толстой в молодости хотел осчастливить человеческий род, и только под старость, убедившись, что осчастливить не в его силах, стал проповедовать отречение, резиньяцию и т.п. И как он сердится, когда люди не соглашаются принять его учения? А ведь может быть, что если бы Толстой вместо того, чтобы выдавать свое учение за решение последних вопросов и за оптимизм, говорил бы о невозможности удовлетворительных ответов и выступал пессимистом, его бы охотнее слушали и меньше возражали. Теперь он раздражает преимущественно тем, что, не умея облегчить ближних, он требует, чтобы ближние считали себя или, по крайней мере, притворялись получившими облегчение, даже осчастливленными им. На это мало кто соглашается, с какой стати добровольно отказываться от своих прав. Ведь право брониться и проклинать судьбу, хоть и не Бог знает, какое большое, но все-таки право. Ну, база. Продолжаем. Из наблюдений над детьми. Эгоизм в человеке нас поражает неприятно, главным образом ввиду того, что он свидетельствует о нашей бедности. Я не могу отдать ближнему от своего избытка. Мне самому мало останется. Нам хотелось бы, чтобы мы могли царственно щедрой рукой разбрасывать богатство. И когда мы видим, что кто-либо прикрывает своей лохмотья фразой «собственность священна», нам обидно. Священные от богов, а у богов всего вдоволь. И они не считают, как смертные. Дальше Шестов пишет. Что человек почти каждый 10 раз на день меняет свои убеждения, это ясно. Для всякого беспристрастного наблюдателя. Об этом много раз говорилось, что служило предметом сатирических и умористических изображений для многих писателей. И в том, что быть неустойчивым в своих суждениях это порог, никто не сомневался. Наше воспитание на три четверти сводится к тому, чтобы приучительно самым тщательным образом скрывать в себе переменчивость в суждениях и настроениях. Человек, не умеющий сдерживать свое слово, последний человек. На него ни в чем нельзя положиться. Тоже человек, не умеющий прочных убеждений. Совместная деятельность с ним невозможна. Мораль здесь, как и всегда, исходящая из утилитарных соображений, выдвигает вечный принцип. Мы должны всегда оставаться верным своим убеждениям. В культурных кругах эта заповедь считается до того незыблемой, что люди даже перед собою боятся оказаться непостоянными. Они окаменевают в своих верованиях, и для них нет большего студа, чем признаться, что они переменили свои мнения. И когда прямые люди, как Монтэн, открыто рассказывают о непостоянстве своих взглядов и настроений, это многим даже кажется неправдой, клеветой на самого себя. Не нужно ни видеть, ни слышать, ни понимать, что вокруг тебя происходит. Раз ты сформировался, ты потерял право расти, ты должен оставаться статуей, о которой все знают. В чем ее качество и в чем недостатки. Согласен. Ну, типа, опять же, если мы берем структуру мнений человека, обычного, обывателя, просто обычного человека, то если он не заражен идеей, согласно которой его мнение должно не меняться, по крайней мере, хотя бы в одной беседе, ну, вот, допустим, в принципе, структура мнений людей, большая их часть, большая часть структуры убеждения, она из меньшего. Но имеются довольно прочные основания, довольно прочные убеждения, которые в человеке заседают таким своеобразным ядром, и которые изменить довольно трудно, если что. То есть, тут это работает довольно сложным образом, и сказать, что это распространяется на все мнения, невозможно. Да, опять же, есть отдельные группы мнений, которые абсолютно железно заседают в человеке до каких-нибудь там ужасающих событий. То есть, ну, человек вот сиентист, допустим, и он перестанет быть сиентистом, ну, я не знаю, если что случится. Если Иисус Христос с небес спустится и по голове его ударит своей огромной гигантской тростью, вот только в таком случае, наверное, человек перестанет быть сиентистом, и то не факт. Скажет, что это был научный Христос. Нейросеть создала голограмму Иисуса Христа, например. То есть, опять же, такое. А есть, ну, а есть большинство мнений, которые в человеке крутятся, и они обычно не особо хорошо приживаются. Ну, например, не знаю, мнение о том, что врать нехорошо, например. И человек такой, ну, врать нехорошо, врать нехорошо, врать нехорошо, когда мне соврали, нехорошо, я был дезинформирован, мне было неприятно. Но когда ему самому приходится врать, не каждый человек выдержит, если что, здесь, да, ну, как бы у него не получится, скорее всего, взять себя в руки. Вот когда тебе реально выгодно не соврать, особенно, если это не наносит вреда другим, ну, просто многие люди, они еще соболезнуют, сожалеют другим людям, получается, да. И вредоносная ложь, это уже одно дело, а вот безвредная ложь, другое. То есть представьте себе такую ложь, которая не принесет вреда другому человеку, но принесет тебе пользу. Многие люди легко откажутся от убеждения, согласно которым ложь это плохо, если они столкнутся с необходимостью соврать вот таким вот образом, да, вот вовремя, в нужный момент соврать, чтобы им это помогло. Это база, это как бы база, и сколько раз мы такое видели, сколько раз мы такое наблюдали, и это безвредная ложь, многие люди и на вредную ложь согласятся, то есть на ложь, которая вредит своему адресату, вот, при том, что самому человеку будет от этого выгодно, ну, или просто прикольно, некоторые люди просто по приколу врут. Мнения могут меняться, причем многие мнения могут меняться, исходя из более базовых мнительных установок, ну, и соотношения выгоды, и относительно того, что человек считает выгодным или невыгодным, какие у него привычки есть сложенные. Мнительные структуры, как я уже говорил в разных лекциях, это структуры довольно важные, но и при этом большая из них часть это такая подвижная, огромная стихия, которая в человека проникает, но при этом проходит его как бы покасательно и быстро его покидает, да, это можно, можно в каком-то смысле с пищеварением сравнить, да, то есть на какое-то время многие мнения попадают в организм человека, перевариваются и по большей части выделяются. Всякое философское мировоззрение стремится, исходя из того или иного разрешения общей проблемы человеческого существования, так или иначе направить нашу жизнь. Но у нас нет ни сил, ни данных для разрешения общей проблемы, и следовательно, все наши моральные выводы будут более или менее произвольны и свидетельствовать только о наших предрассудках, если мы боязливы по природе или о наших склонностях и вкусах, если мы привыкли доверять себе. Но поддерживать предрассудки жалкое и настойчивое человеческое дело. Кажется, никто не станет этого оспаривать, а потому перестанем огорчаться разногласиями наших суждений и пожеланиям, чтобы в будущем их было как можно больше. Истины нет. Остается предположить, что истина в переменчивых человеческих вкусах, поскольку того требуют условия совместного существования. Постараемся сговориться, но не на йоту больше. Каждое соглашение, не вызываемое необходимостью, будет преступлением против Духа Святого. Вот. Следующий афоризм. Странное противоречие. Мы видим, как вокруг нас гибнут тысячи человеческих существ, и тем не менее продолжаем ходить осторожно, чтобы не раздавить червяка. Чувство сострадания живет в нас, но приспособленное к условиям нашего существования. Оно не может спасти всех, и потому перед лицом ужаса в жизни молчит. Оно может кое-кому помочь и поднимает часто ужаснейшие вопли по поводу маленькой несправедливости. А Шопенгауэр хотел сделать сострадание метафизической основой морали. Ну, это полезная адаптация. Если вот мы осведомлены о голодающих детях в Африке, о умирающих на войнах людях, о людях умирающих от болезней, да, соответственно, о детях голодающих в мире вообще в принципе осведомлены, о больных людях, которые страдают, об инвалидах осведомлены, да, мы знаем, что они все есть. Если мы будем ко всей этой огромной группе людей испытывать реальное сострадание, мы просто с ума сойдем. Такое же сострадание нужно. Частное, такое маленькое сострадание, во-первых, позволяет нам не быть тотально аморальными людьми, да, собственно, то есть мы можем поставить себя на место какого-то конкретного человека и в случае чего может быть в лучшую сторону исправить его жизнь, сделать какое-то условное добро. Но при этом дети, голодающие в Африке, если мы им ничего тем более сделать не можем, они не заслуживают нашего сострадания как раз ввиду нашего бездействия. И не заслуживают они это не потому, что они должны умирать и голодать, а не заслуживают они его потому, что мы им не можем никак помочь. это было бы просто нытьем. То есть люди, которые неиронично переживают за голодающих детей в Африке, люди, которые неиронично переживающие за гибель людей в Палестине или в Израиле, мне кажется, они плохо адаптированы. Мне кажется, они плохо адаптированы, их сострадание могло бы найти свое применение вот у нас здесь прямо сейчас и вот прямо вот здесь и вот тут прямо вот в нашей действительности. И более того, это чувство сострадания, оно не просто могло бы найти себе место, оно могло бы быть еще удовлетворено, что самое главное, понимаете? Чувство сострадания можно удовлетворить. В случае с детьми Африки или погибающими людьми в Палестине или Израиле мы ничего сделать не можем. То есть это неудовлетворимое сострадание, это сострадание неадаптивное, очень неудобное, крайне крайне неудобное для жизни. А сострадание к бомжу на улице, которому можно деньги дать, чтобы он покушал наконец-то, чтобы он не умер голодной смертью. Вот это сострадание, вы пожалели человека и вы продлили его жизнь на еще один день, например, или на два, или на три, сколько он там поесть себе сможет купить на ваши деньги, понимаете? Вот так вот. Сострадание, которое можно удовлетворить прямо здесь и сейчас, это очень-очень-очень неплохо. Так вот, очень адаптивно и очень правильно. Но да, некоторые регионы от этого будут страдать. Я, кстати, не вижу никакой проблемы в том, чтобы было бы неплохо высылать еду, особенно лишнюю, дешевую какую-нибудь еду в Африку. гуманитарная помощь. Вроде бы она и оказывается людям, но чем больше, тем лучше. Не хотелось бы, чтобы люди вообще в принципе голодали. Хотелось бы решить эти проблемы. Так вот, отсутствие сострадания к детям в Африке еще не означает, что мы не должны решать их проблемы. Тоже важно. То есть, если такая возможность появляется, самое время пробудить свое сострадание и отправить гуманитарную помощь в виде еды, например, или еще чего-нибудь. База? Так вот, отвергать логику, пишет Шестов, как средство, как одно из средств или один из способов приобретения познания было бы нерасчетливо. Согласен. Да и зачем? Ради последовательности. То есть, ради логики же. Но логика, как самоцель или даже как единственный способ познания, это дело иное. Тут нужно бороться. Хотя бы имел против тебя себя все авторитеты мысли, начиная с Аристотеля. Ну да. Логика, как секта. как сектанство, как логики, как группа фанатиков, почти религиозных, причем в плохом смысле, агрессивных, злых, не готовых принять альтернативы. Буквально философское государство получается, как это исламское государство, логическое государство получается. Осуждаем, кстати, ИГИЛ. ИГИЛ глубоко осуждаем, ужасная группировка. Это ИГИЛ, но находящиеся в европейском, так скажем, обществе, они не могут вас убивать. Ну, типа, у них убеждения не позволяют вас убивать, но они все равно крайне радикальны. Они, в принципе, не... в основном, они, в принципе, в основном не рассматривают способность собственной ошибки. Многие из логиков и математиков, кстати, тоже. Они крайне фанатичны, причем иногда их взгляды смешиваются с религиозными, что вообще дает определенный... особый запашок, так скажем, выдает нам неприятный... Ну, в общем, высочайшая степень догматизации. Да, как правильно Шестов написал, не следует полностью отвергать логику, отказываться, исследование формальных систем в любом случае это задача интересная, иногда практически применимая. Не всегда, не всякая логическая система практически применима, но иногда складывается все таким образом, что логическая система оказывается применима в тех или иных практических областях. Так что развитие таких систем это неплохая работа, прогрессивная, да и запрещать людям ей заниматься абсолютно бессмысленно и прям воевать против того, что люди занимаются исследованием формальных систем тоже бессмысленно. но критиковать способность познания этих систем разумно и, конечно, воевать против тотального логического нацизма какого-нибудь, да, или терроризма безусловно тоже стоит. А равно А. Закон тождества. Говорят, что логика не нуждается в этом положении и легко может, развивая свои выводы, избегнуть его. Не думаю. Наоборот, на мой взгляд, без этого положения логика решителя не может существовать, а между тем оно имеет чисто эмпирическое происхождение. Фактически, действительно, А всегда более или менее равняется А. Но могло бы быть иначе. Мир на самом деле нет. Вот эта трость, я ее сейчас трогаю, в ней меняется ее структура просто от прикосновений. Она просто существует, сама трость. В ней перемещаются атомы, электроны. Она сама по себе внутренне подвижна. Хоть она и выглядит целокупно, и нам кажется, что она целая, но она подвижна. Вот я ударил ее о пол, там какие-нибудь микротрещины на ней появились. То есть, А уже не равно А во времени. То есть, вот мы не можем провести акт мысли настолько быстрый, чтобы ухватить изменения любого предмета, включая, тем более, нас самих. Любое А равно А не относится к реальности. То есть, я здесь противостою шестого, оно не относится к реальности. Оно относится к абстракции, к упрощению. Эта трость равняется этой самой трости в нашей речи и в упрощении. Я попрошу вас, господа, принесите мне мою трость. Вот это моя трость. Конечно же, человек, который захочет принести мне мою трость, он принесет мне именно вот эту вот трость. И он меня поймет, несмотря на то, что я сказал упрощенно. То есть, я не сказал, принеси мне мою трость в состоянии а-штрих, в котором у нее поменяются атомы, электроны, они займут вот такие вот места. Не-не-не-не-не, это было бы слишком сложно и слишком конкретно и слишком ненужно. Секунду. Да, окей. И в этом плане, конечно же, ну, проще сказать а равно а. Трость равна этой трости. А если мы в языке употребляем а равно а, да, то есть, закон тождества, то есть, трость равна этой трости, стул равен стулу, шкаф-шкафу, октограмма равна своей октограмме, да, этой. Ну, мы в языке учимся спекулировать подобными смыслами, понятиями, словами. У нас что-то из этого получается. А в языке это получается, окей, мы дальше создаем на основании этого уже логику. И вот у нас закон тождества а равно а. Но логика, она изначально уже у Аристотеля это логика высказывания, это не логика реальности. Но Аристотель думал, что мы можем с помощью логики познать истину, да, но, по-моему, это был очень наивный проект. А люди до сих пор пытаются познать истину с помощью логики, что странно. Шестов пишет, новые мысли, даже собственные, не скоро завоевывают наши симпатии. Нужно сперва привыкнуть к ним. Каким же нитшанским духом веет? Каким же веет нитшанским духом? Вот прям у меня флешбеки. У меня реально флешбеки по нитше. Просто, опять же, если так посмотреть, если так посмотреть, насколько же, даже по стилистике как будто бы это не шанство. Это странно. Ну, как странно. Это прям как будто бы очень в духе нитша. Очень в духе нитша. Четыре стены. Кабинетная философия осуждается и совершенно справедливо. Кабинетный мыслитель обыкновенно занимается тем, что придумывает себе мнение решительно обо всем, что происходит в мире. Его интересуют вопросы о положении мирового рынка и о существовании мировой души, о беспроволочном телеграфии и о загробной жизни, о пещерном человеке и об идеальном совершенстве и так далее без конца. Главная его задача так подобрать свои суждения, чтобы в них не было внутреннего противоречия и чтобы они хотя бы с виду походили на истину. Эта работа может быть и не совсем лишенная интереса и тихой занимательности все-таки в конце концов приводит к очень бедным результатам. Ведь похожие на истину суждения все-таки еще не истинны. Обыкновенно они даже с истиной не имеют ничего общего. Затем человек берущийся обо всем говорить вероятнее всего ничего не знает. Так лебедь умеет и летать и ходить и плавать, но плохо летает, плохо ходит, плохо плавает. Кабинетный ученый ограниченный четырьмя стенами своей комнаты ничего кроме этих стен не видит но именно о стенах не хочет говорить. Он им не придает значения он их не чувствует. А между тем если бы он их случайно почувствовал и заговорил об них его речи приобрели бы неожиданный и огромный интерес. Это иногда и бывает когда кабинет превращается в тюрьму. Те же четыре стены но не думать о них нельзя. о чем бы человек не вспомнил о Гомере о греко-персидских войнах о будущем вечном мире о прошлом геологическом перевороте все будет ассоциироваться у него с четырьмя стенами. Нормально. Тоже интересно. Ну кабинетных философов я правда тоже не особо люблю хотя сам сижу в четырех стенах. Но все-таки сама кабинетность особенно мне в кабинетности больше всего не нравится именно подчиненность. Когда ты подчиняешься другим людям когда ты подчиняешься коллективу когда ты вынужден сообразовывать свою точку зрения с мнением коллектива вот это вот самое наверное неприятное потому что тебе приходится постоянно отказываться от тех своих идей которые ты так или иначе развивал тебе приходится отказываться в каком-то смысле от себя самого тебе приходится отказываться от всего вообще в принципе это крайне грустно. Я бы не хотел прожить такую жизнь в которой мне пришлось бы все время скрывать себя. Я поэтому и на стримах наверное я поэтому и веду здесь лекции веду канал просто потому что если бы я был в университете большую часть времени мне пришлось бы делать вид что я есть не я. Как бы да другие свои личностные характеристики показывать это конечно не так уж сложно хамелеонить довольно просто в моем состоянии так-то но с другой стороны видите на своем канале я чувствую полную свободу я могу говорить то что думаю в тот или иной момент я могу озвучивать те идеи которые я хочу озвучивать а не те которые хочет услышать от меня академическое сообщество по-моему это прекрасно по-моему ничего лучшее придумать нельзя именно в моем случае а с тех пор как Канту пишет Шестов удалось убедить ученых людей что мир и явление есть нечто совсем иное чем настоящая действительность и что даже наше собственное существование не есть истинное существование а только видимое проявление таинственной неизвестной субстанции философия застряла в новой колее и не чувствует себя в силу сдвинуться хотя бы на один миллиметр обозначенного на великим Кенигсбергсом пути можно идти вперед можно двигаться назад но непременно по Кантовской колее ибо как выбраться из противоположения явлений вещам в себе а раз это положение оказывается неизменным значит хочешь не хочешь вдевай голову в хомут теории познания большинство современных философов так и поступает без ропота а то даже с радостной улыбкой так что по неволе является подозрение что может быть им ничего кроме хомута и не нужно было и что их метафизическая потребность была ничем иным как потребностью в упряжке ибо в противном случае они должны были в самом начале становиться на дыбы при одном только виде хомута ведь противоположение между миром явлений и вещи в себе предлагается разумом выводимая из этого предположения теория познания предлагается разумом же стало быть и есть все основания свободолюбивому духу с самого начала упереться и не с места с дьяволом как известно нужно быть крайне осторожным довольно ему схватить вас хоть за кончик ногтя и он всего вас унесет тоже и с разумом база сравнение дьявола с разумом это база это база друзья это реально база это реально база ну и дальше он рассуждает уже про Шопенгауэра про теории познания и так далее так далее так далее зачитывать это довольно долго ну и тем более нам надо двигаться к концу когда читаешь пишет другой афоризм когда читаешь книги давно умерших писателей всегда овладевает странное чувство эти люди 200-300 2000 лет тому назад жившие так далеко теперь как бы ни были от того где бы они ни были от того что писали когда-то на земле а мы их в сочинениях ищем вечных истин база писатель дальше следующий афоризм не умеющий вдохновенно лгать лгать нужно только вдохновенно и это большое далеко не всем дающееся искусство любит любит бравировать своей откровенностью и честностью ему ничего другого не остается источник оригинальности человек потерявший надежду искоренить себе какой-нибудь недостаток или хотя бы скрыть его от себя и других пытается найти в этом недостатке свое достоинство если ему удается в этом убедить окружающих он достигает двойной цели освобождается от угрызения совести и становится оригинальным база люди часто начинают стремиться к великим целям когда чувствуют что им не по силам маленькие задачи и не всегда безрезультатно ну а что почему бы и нет маленькие задачи обычно довольно скучны ну и как они могут быть не по силам многие маленькие задачи они довольно маленькие простые но скучные но при этом колоссально скучные они потому и маленькие про эмансипацию женщин кстати единственное по крайней мере наиболее верное средство победить сильного врага это научиться владеть его оружием исходя из этого современная женщина которая надоела быть в рабстве у мужчины старается перенять у нас как можно больше как бы вот так а женщина подражает мужчину это уже шестов в свои вот годы в 1907 выражал в 8 я не помню какой-то 1900 какой-то год продолжаем дальше следующий афоризм убеждать людей и скучно и трудно и в конце концов право даже не нужно гораздо лучше было бы если бы каждый человек имел свои собственные мнения к сожалению этого никак нельзя добиться хочешь не хочешь а ты все-таки должен признать закон тяготения почему же кое-кому кажется что необходимо признать происхождение человека от обезьяны в области эмпирической как это не обидно есть истины самые настоящие все обязательные истины с которыми не справится никакой бунт справится справится еще как с какой бы радостью заявили бы мы представителю научной мысли что огонь вовсе не жжется ну жжение огня оно иллюзорно в каком смысле жжется не огонь жжется наша нервная система в данном случае что гремучие змеи вовсе не ядовиты что можно сбросить с высоты башни на землю и не разброситься и не расшибиться а вдруг а вдруг можно а вдруг можно а вдруг можно просто мы не знаем как если бы он был обязан доказать нам противное но к сожалению ученый свободен от обязанности доказывать за него доказывают природа и как доказать ну короче шестов не понимает что такое наука но ладно совершенно без помощи логики и морали если бы природа как метафизика вздумала бы принуждать нас к заключению проповедями и силогизмами как вы полагаете добились бы добилась бы она от нас чего-нибудь но она куда догадливее главное могущество метафизиков логику и мораль она предоставила Гегелю и Спинозе а себе в руки взяла дубину вот тут пойди попробуй спорить по неволе уступишь самые умные из метафизиков католические инквизиторы подражали природе они редко обращались к слову и доверяли больше огню костров чем сердечному жару и если бы только у них было побольше силы во всем мире нельзя было бы найти двух людей разнодумающих о непогрешимости папы метафизические же идеи мечтательно надевающиеся разумными доводами надеющиеся точнее мечтательно надеющиеся разумными доводами покорить мир и людей никогда не добьются господства если они хотят повелевать пусть обратятся к более действительным способам убеждения ну я бы здесь отметил что закон всемирного тяготения в нем можно сомневаться во первых это закон то есть он везде всемирного то есть он опять же везде во всем мире во всей вселенной во всех вселенных даже наверное неплохо по названию тяготения в нем буквально можешь сомневаться ну и то что ты 999 тысяч раз выпрыгивая из окна упадешь вниз не означает что на какой-нибудь десятитысячный раз ты не полетишь вверх соответственно нарушая так называемый закон тяготения а если ты хотя бы один раз вверх полетишь это уже не закон получается как-то так поэтому вариации для сомнений все же остаются здесь неправильно здесь неправильно проработано с индукцией опять же белые лебеди черные лебеди и так далее так далее так далее можно сказать что закон всемирного тяготения по крайней мере до определенного времени был просто полезным предрассудком который до сих пор не опровергнут вот так вот полезный предрассудок который до сих пор не опровергнут но то что он реально существует как таковое причем онтологическую какую-то роль его указывать ну честно честно говоря я очень сильно сомневаюсь в его существовании общие правила люди обращаются к философам за общими правилами и так как философы тоже люди и сообразуют свое производство с потребностями рынка то они большей частью и занимаются изготовлением общих правил меж тем является вопрос какой толк в общих правилах почти одновременно вопросом приходит в ответ никакого природа повелительно требует от каждого из нас индивидуального творчества почему же требует Диана требует продолжать читать люди не хотят этого понять и все ждут от философии последних истин которых не было нет и никогда не будет истин столько сколько людей на свете да нет вы что больше истин больше чем людей на свете да почему бы в самом деле каждому взрослому человеку не быть творцом не жить за свой страх и риск и не иметь собственного опыта детей подростков даже юношей можно вводить на помочах учить но совершеннолетних ищущих указки следует всячески клеймить и порицать в них говорит лень и трусость они боятся попробовать а потому вечно ходят за советами к мудрецам мудрецы же без колебания берут на себя ответственность за жизнь других они выдумывают общие правила как будто бы им в самом деле доступны источники познания закрытые для обыкновенных смертных пустое мудрецы не больше знают чем глупые у них только больше храбрости и самоуверенности а кстати во многом в этом и согласен во первых мудрец разрешает себе позволяет мыслить чего себе не позволяет обычный человек то есть философ позволяет себе мыслить это первое и это наверное одна из самых главных черт которые в человека должна быть врождена интеллектуальная смелость это прям буквально база без интеллектуальной смелости ты не осмелишься создавать новые концепты ты будешь покорным ты будешь таким знаете ботаником ты будешь читать будешь изучать великих философов а у самого у тебя руки до философии не дойдут потому что философия начинается прежде всего со смелого рывка ты говоришь они все были неправы они все ошибались полностью или частично мои предшественники жестоко обосрались так скажем да и я сейчас покажу вам почему без этой самой смелости философия невозможна даже если у тебя мозг хорошо работает если голова на плечах стоит стать философом без смелости невозможно даже даже более того наличие смелости у человека важнее чем какой-то особо развитый крутой продуктивный мозг то есть давайте давайте это рассудим так рассудим это так вот у вас есть условно компьютер в одном компьютере у вас он мощнейший на нем самая крутая видеокарта и он самый крутой процессор и все такое но он загажен вирусами и работает довольно медленно и у него ограничения на частоту производительности он очень маленькая производительность за счет того что она ограничена всевозможными нагрузками которые на него постоянно налагались и в принципе мозг который изначально мог бы быть предназначен мозг точнее компьютер который мог бы быть изначально предназначен для создания игр допустим совершенно уникальных невероятных с самой крутой графикой со всем остальным еле-еле может запускать ворд допустим а с другой стороны есть какой-нибудь хреновый компьютер ну такой средней руке банальный компьютер так скажем но при этом на нем нет никаких программ он плохих злых вредоносных он абсолютно чист на нем хороший правильный софт установлен и он работает четко четко как по часам ну и соответственно вот такой компьютер может запускать более серьезные программы игры и создавать более всего может и видосы может рендерить приблизительно с творчеством вот что-то похожее нужно не просто иметь возможность нужно быть незагруженным всякими чужими идеями в каком смысле быть свободным так скажем да и одновременно с этим быть смелым смелость это очень важно смелость это очень важно многим людям не хватает смелости мыслить самостоятельно и озвучивать уникальные идеи просто потому что даже если они им в голову и приходят их надо отгонять как можно быстрее другие люди не оценят как-то так другие люди будут вас ненавидеть дальше пишут непосредственно дальше следующий афоризм философ обязан сомневаться сомневаться и сомневаться именно тогда спрашивать когда никто не спрашивает рискуя стать посмешищем для толпы если бы здравого смысла было достаточно для добывания истины мы бы давно все знали так что хочешь или не хочешь приходится поставить вопрос почему мы здоровье оценим выше болезни и даже еще резче что лучше здоровье или болезнь и если только мы отвернем утилитарную точку зрения а утилитаризму философии не может быть места в этом конечно все согласны то сейчас же станет ясно что у нас по меньшей мере нет решителя никаких оснований оставаться отдавать предпочтение здоровью перед болезнью ну как говорил Ницше опять же все это рассуждение уже очень похоже на Ницше потому что то что нас не убивает делает нас сильнее и ввиду того что то что нас не убивает делает нас сильнее ну болезнь которая ну если она особенно не тотально разрушительна и не убийственна такая знаете некоторая степень болезни аллергия бронхит хронический еще что-то могут поддерживать в человеке некую дисциплину которая может улучшить его характер сделать его более продуктивным творческим свободным более близким к сверхчеловеку по крайней мере по описанию болезнь это то что должно преодолеть то что преодолевается если человек всегда и во всем здоров прекрасен замечательен и не знает что такое болеть он в каком-то смысле избалован по сравнению с больными он не знает что значит пребывать не в самых лучших состояниях он не знает как с ними бороться он не знает что приходится переживать многим другим людям которые закаляют себя в подобных болезнях это довольно нишанские мысли в данном случае будут как-то так опыт и наука как известно наука не признает опыта во всем его объеме и по существу признать его не может огромное количество единичных фактов выбрасывается ею за борт как излишний ненужный балласт она принимает свое видение только те явления которые постоянно чередуются с известной правильностью самый драгоценный для нее материал это те случаи когда явление может быть по желанию искусственно вызвано когда возможен стало быть эксперимент она объясняет движение земли и смену времен года ибо тут подмечается правильная последовательность она наглядно представляет гром и молнию добывая искру на электрической машине словом поскольку наблюдается правильное чередование явлений поскольку расширяется область постольку расширяется область науки но как же быть с единичными не повторяющимися и не могущими искусственно быть вызванными явлениями если бы все люди были слепыми и только один из них на минуту прозрел и увидел бы красоту и великолепие божьего мира наука не могла бы считаться с его показаниями а между тем свидетельство одного зрячего значит больше чем показаний миллиона слепых в жизни человека возможно внезапное озарение хотя бы на несколько секунд неужели о них нужно молчать только потому что при нормальных обстоятельствах их не бывает ну и что их нельзя вызвать в каждую данную минуту или если говорить то непременно в поэтической форме чтобы дать право всякому сказать это прекрасный вымысел но все-таки вымысел действительностью опровергаемый наука этого требует она признает истинами только такие суждения которые могут быть проверены всяким и всегда не ясно ли что этим она превышает пределы своей компетенции опыт гораздо шире чем научный опыт и единичные явления говорят нам гораздо больше чем постоянно повторяющиеся наука полезна спору нет но истин у нее нет и никогда не будет она даже не может знать что такое истина и накопляет лишь общее обязательное суждение между тем по-видимому существуют и всегда существовали ненаучные приемы отыскания истины которые приводили если не к самому познанию то к его преддверию но мы так опорочили их современными методологиями что не смеем и думать о них серьезно ведь просиживали астрологи алхимики гадатели кудесники в течение многих лет целые ночи напролет наедине со своими думами кто дал нам право утверждать что они попусту убивали время они не нашли философского камня но может быть и не в камне было дело камень только предлог доступное пониманию непосвященного человека объяснение подозрительного затвора если бы алхимик или древний гадатель откровенно признался ближним что его занятия не преследуют общеполезных целей чем оправдал бы он свою праздность им нужно было казаться полезными или по крайней мере страшными чтобы оградить себя от назойливого любопытства и контроля и они бессознательно или сознательно лгали то обнадеживая то пугая людей но несомненно у них было свое важное дело которое имело только один недостаток оно было их личным а не общественным делом а о личных делах принято молчать и поразительно обыкновенный человек колеблется в своих суждениях по поводу самых незначительных вопросов но у каждого бывали в жизни моменты когда неизвестно откуда к нему внезапно приходила неслыханная смелость и решительность в суждениях вчера еще робкий и тихий сегодня он готов один противопоставить свое мнение целому свету и защищать его против всех ныне живущих против всех когда-либо живущих живших людей спрашивается откуда эта уверенность и что она значит сама по себе обосновать ее принятыми способами доказательства нет и не может быть никакой возможности если влюбленный решает что его возлюбленная прекраснее всех женщин в мире и стоит того чтобы отдать за нее жизнь если обиженный утверждает что его обидчик самый низкий человек и заслуживает пытки и казни если самозваный колумб убеждает себя что грезище ему Америка единственный предмет достойной внимания кто скажет этим людям что их суждения никем кроме них не разделяемые не имеют права называться истинами ну там дальше об этом же рассуждение ведется да в общем критика науки критика науки через такой рационализм ну соответственно мы прочитали афоризмы полностью или частично которые я выделил давайте попробуем еще раз осмыслить то что соответственно наговорил Шестов Шестов это наш русский рационалист Шестов это наш русский экзистенциалист про-прота-экзистенциалист соответственно критик рационализма критик науки достойный человек достойный человек очень интересный очень важный очень серьезный человек в русле русской философии тем более религиозной для религиозной философии он вообще как бы звезда величайшего масштаба на мой взгляд и таких людей к сожалению очень мало философии чтобы они были такими смелыми такими не боящимися окружения в эпоху развивающейся науки в эпоху тотального саентизма он уже довольно давно тотальный человек выступает против науки в каком-то смысле да он не понимает что такое наука будем честны то есть шестов не философ науки и он ее понимает довольно ну как фактолог по сути как фактологию получается и он не сомневается в том что факты собираемые наукой все же общие места и они истины и мне кажется в этом кроется кое-какое непонимание того чем наука является с другой стороны с другой стороны его смелость все равно заслуживает приятного хорошего слова поощрения безусловно шестов шестов несмотря на свою религиозность все же оказывается таким русским христианским нитше у которого очень много от нитше ну это христианство тоже немало но все равно очень много от нитше в своем рассуждении он литературен он опасен он опасен как бритва он режет вены своих оппонентов подрезает основание их суждений и нередко оказывается на границе с абсолютным скептицизмом если что то есть некоторые суждения они просто то то произостению то оправдание сомнений и понимание что оно плюс-минус означает большее понимание чем у того же Рассела например то есть Рассел не понимает что такое скептицизм и никогда не понимал Витгенштейн никогда не понимал и не понимал ну короче не понимает что такое скептицизм ни в одном тексте не проявлено понимание а у шестого который вроде бы выглядит каким-то таким очень метафоричным пишущим абстрактно иррационально по-нишански через афоризмы все это видно он понимает что такое скептицизм то есть он смог понять что такое скептицизм и почему скептицизм не должен оправдываться перед разными догматизмами за то что воздерживается отсуждение в каком-то смысле шестов и свойственный дух воздержания отсуждений трудно сказать что этот дух в шестове развит максимально и что шестов прямо абсолютный скептик сказать тоже практически невозможно но кто сказал что умный человек обязательно должен быть абсолютным скептиком понятное дело что это неправда умный человек может не быть абсолютным скептиком это тоже более чем очевидно это тоже более чем очевидно и в данном случае шестов действительно человек думающий человек серьезный человек смелый 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 автор куда бы я его отнес в списке мыслителей вот у меня у нас же есть первый второй третий четвертый уровне где 4 это адепт третий дорабатывающий мыслитель до дорабатывающие учение какое-то первое второе место это создатели своих систем чем первое второе всегда воспринимаются слитно но я бы отнес его к третьему уровню ну прежде всего он христианин но в этом третьем уровне он забирается довольно высоко высоко из-за продуктивности своей мысли и из-за скрещения христианства и нитшанства на вот за за это он мыслитель третьего уровня довольно интересный смелый храбрый он еще не сайентист то есть ему хватило смелости и продуктивности критиковать науку а это как бы даровано не каждому человеку уже уже до антисайентизм это хороший звонок все великие мыслители как я уже писал антисайентисты но вообще все значимые мыслители антисайентисты если человек вы высказывал что-то значимое то он в той или иной степени был антисайентистом если чек сайентистом просто повторяет за наукой как какой из него философ тогда получается да вместе если человек разработал какую-то методологию которая не использовалась во времена во времена И он философ, безусловно. Какой же он сайентист тогда? Если человек использует диалектический материализм, например, какой он сайентист? Он не про науку же вещает. Если человек создал диалектический материализм, например, какой это сайентист? Да никакой. Даже если он считает, что он был сайентистом, он вообще не очень сайентист так-то. Если человек назвал свою работу «Наука логики», это не значит, что он учёный. Тем более там Wissenschaft der Logic. Wissenschaft – это уже немецкое слово, обозначающее в кавычках науку, но там понимается почти любая дисциплина. Шестов, может быть, и не становится в один ряд такими философами, как Гегель, как Ницше. Потому что Гегель и Ницше для своего времени были довольно уникальными. Гегель был очень эклектическим философом. Ницше тоже отчасти эклектичен, но и по большей части он скорее продуктивен. У него очень много продуктивных, неожиданных элементов, которые берутся как будто бы ниоткуда. Штирнера он вроде бы не читал. А если он Штирнера не читал, ну, многое он сам, получается, осмыслил, обдумал и, соответственно, философию внедрил. Шестов, конечно, не Ницше. Явно не Ницше. Явно не Ницше. Но такая некоторая небольшая эклектика христианства, которая является для него базовым, и Ницшеанство, это всё равно продуктивно. Это не новая философская система. Из Шестов против систем, очевидно. Из этого не появляется Шестианство какого-нибудь, которое является альтернативной ветвью христианства. Христиане могут свободно читать Шестово и не испытывать какого-то условно кринжа. Я бы так сказал, да, то есть он может показаться им довольно приятным. Особенно тем людям, которые в споре между верой и знанием, на стороне веры находятся. Вот Шестово им покажется очень интересным. Более того, с оппонентом какого-нибудь эволюционизма он тоже покажется довольно интересным. То есть Шестов не похож на еретика, по крайней мере из того, что я прочитал вам, из того, что мы видели, апофеоз беспочвенности, например, он не похож на еретика. Он, несмотря на то, что местами произносит такие утверждения, которые ну очень в духе Ницше, при этом у него получается их формулировать и таким образом, чтобы они не противоречили христианству. И я на самом деле понимаю, почему Шестово Сандро Пантелееву нравится, потому что одновременно с иррационализмом, который у Сандро есть, но иррационализм это прекрасно, если что, я уважаю иррационализм, и у Шестово, во-первых, здесь общая такая зона. И вот эти вот смелые утверждения в духе Ницше, но и при этом одновременно в духе христианства, ну это действительно очень интересный культурный феномен. Всем рекомендую прочитать апофеоз беспочвенности, обязательно прочитать апофеоз беспочвенности после этой лекции, это как бы тизер к апофеозу беспочвенности, обязательно повторите то, что мы уже прочитали, прочитайте то, что там еще есть, там много рассуждений про искусство, про писателей, про поэтов, про философов. Как и Ницше, Шестов, судя по всему, не является глубоким специалистом в истории философии, потому что он периодически делает какие-то очень далеко идущие суждения, которые как-то не особо коррелируют с философией, но даже на моем уровне, мне кажется, он похуже знал историю философии, похуже был знаком с философами. Мой-то уровень тоже не самый колоссальный, если что, я не историк философии, я, если что, не историк философии и никогда не кичился тем, что я знаток истории философии, но даже на уровне моего знания Шестов проигрывает. Явно что-то знал, что-то читал, но как бы местами отдает очень серьезной поверхностностью в суждениях. Причем это не связано с тем, что ему мозги промывали, как рационалистам университетским, каким-нибудь аналитическим философам и всем остальным, когда им мозги просто промывают на тему того, что философия это рациональная, философия это рациональная, философия это рациональная, им просто приходится повторять, что философия это рациональная, потому что они рабы системы, и у них особо выбора нету, чтобы это не повторить. У них просто альтернативы не существует. Они для того, чтобы социализироваться на философском факультете, нередко должны просто признать, что философия это обязательно рациональная. Шестов же наоборот, он свободен от условно-философского факультета и от кабинетной философии, но одновременно с этим он свободен и от истории и философии, поэтому его суждения об истории и философии, они безусловно интересны, и над ними можно подумать, и в них есть, так скажем, горстка правды, но если их грамотно переформулировать только, вот я их переформулировал, вот то, что только что видели, мы сегодня обсуждали некоторые моменты, где у Шестова слабости в истории философии, я их специально для вас переформулировал, чтобы позиция более соответствовала историко-философской базе, в том абсолютном смысле, в каком эти вещи использовал Шестов, их, конечно, так озвучивать их нельзя, скорее всего, да, философы, которые не дорожат своими философскими системами, и вот это вот все не кажется сильно правдоподобным, вот, ну что, друзья, на сегодня лекция закончилась, спасибо большое всем, кто меня смотрел, я вас, друзья, люблю, уважаю, спасибо за то, что смотрите мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, показывайте видосы своим друзьям, и приходите ко мне на стримы, на стримах мы периодически обсуждаем разные вопросы, прежде всего, связанные с философией, но иногда и не только, иногда немножко политики, иногда немножко социологии, психологии, иногда отношения, много чего мы обсуждаем на стримах, стримы это свободная зона, где можно обсуждать все, что угодно, с 18.00 до ночи сидим. Так вот, друзья, еще раз спасибо вам большое, большое спасибо Виталию Скорику, и поздравляю его с победой в аукционе, это аукционная лекция, специально, как бы, эта лекция победила в аукционе, поэтому я вынужден был ее записать, и при этом, ну, шестого я сам выбрал, у меня был выбор из русских философов, я, да, хотел прикоснуться к шестому, почитать апофеоз беспочвенности, почитал, удовлетворен, полностью удовлетворен, как бы, я так, я приблизительно и думал, что будет нечто похожее, да, я и до этого читал фрагментами, что уж тут говорить-то, да, я знал, что ждать, нисколько не разочарован, нисколько не разочарован, большое спасибо за то, что дали мне еще одну возможность ознакомиться с еще одним великим мыслителем, которого я сам, конечно, выбрал из всех русских мыслителей, но в каком-то смысле эта возможность была мне дана, спасибо всем, кто донатит, в том числе на аукционы, Виталию тоже особое спасибо, потому что, ну, за счет, за счет его мы как раз и двухчасовую лекцию прочитали, и апофеоз беспочвенности тоже зачитали в довольно немаленьком объеме. Все. Дамы и господа, пока-пока-пока, увидимся с вами на стримах, смотрите видео, лекции и все такое, везде распространяйте. Пока. Все. Ухожу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok